Новосибирские новости Новосибирские новости Новосибирские новости Новосибирские новости Это центральное место в парке Вычищенный мусор Очень большой объем мусора вычищен, вывезен Чуть меньше десяти тысяч кубических метров Спланировали про этот проект Его реализацию на два года Первый год Вот этот он подходит к концу Еще многое предстоит сделать из планов этого года. Только что мы заслушали доклад подрядчика. Он уверен в выполнении. Доложил достаточно твердо и обещание, что он выполнит все планы этого года. Это порядка 100 миллионов, но и 200 миллионов на следующий год. На реконструкцию дома Кондратюка потратят 140 миллионов рублей. Основную часть денег выделят из федерального бюджета. Работы планируют сделать за год. После ремонта в здании откроют музей. Здесь планируют разместить космическую экспозицию. В нее включат масштабный объект, спускаемый аппарат «Восток» 1961 года выпуска. В помещение его внесут до того, как отремонтируют кровлю. Иначе не войдет. Менять облик здания не будут, так как этого делать нельзя. Памятник архитектуры должен обязательно снаружи выглядеть именно так, какой он и был. То есть мы не имеем права менять никакие нецветовые решения, даже окна мы не имеем права менять, проемы. Будет реконструкция больше связана с внутренними отделками. Ну и мы надеемся немножко уйти вглубь. Пять муниципальных бань отремонтируют за счет частных вложений. Конкурсы ДИИ инвесторов уже объявили. Предприниматели смогут надстроить здание или возвести на участки дополнительные помещения. При этом после реконструкции льготники смогут пользоваться парными на прежних условиях. Максимальный срок выполнения работ – три года и три месяца. Баня номер 36 – культовое место для жителей Ленинского района. Здание 42-го года постройки застало не одно поколение любителей пара. Однако за все время работы здесь ни разу не проводили капитальный ремонт. Несмотря на то, что такие объекты требуют обновления не реже, чем раз в 15 лет. Было принято решение отдавать бани по инвестиционным таким программам с привлечением вне бюджетных средств. Задача муниципалитета – сохранить баню, чтобы эти бани еще и несли социальную функцию, принимая и оказывая услуги для льготных категорий граждан по утвержденной льготной цене. Работать мы можем, но кто возьмет вот эту ответственность, в любой момент может произойти обрушение несущих и ограждающих конструкций. Посетители уже не принимают, но здесь до сих пор чувствуется банный дух. Несмотря на внешне более-менее удовлетворительный косметический ремонт, вся сложность заключается в самом состоянии здания. Чтобы понять масштабы капитального ремонта, необходимо проводить тщательный анализ. Первое, что нужно сделать, это провести дорогостоящую инструментальную так называемую экспертизу. Здесь нужно журфить все стены, потому что в 1942 года все вот эти температурные режимы, которые для бани, вы сами представляете, вся влага у нас входит в толщу стены, и там зимой загрзает и разрушает нам кладку несущих стен. Отмостку тоже она новая, почти что ей не больше пяти лет. Вот это косметическое мы справляли. А здесь нужен уже капитальный ремонт. Косметический уже как бы не идет, это как влезетный антрепарк. С ней в пару объединена баня номер 26. От инвестора требуется провести глобальную комплексную инструментальную экспертизу и вложить не менее 121 миллиона рублей. Но мы понимаем, что эту пару даже за 150 миллионов в надлежащее состояние не привести. Инвесторы тоже это понимают. Кроме бани номер 36, инвестору отдадут еще пять объектов. Это бани в Пашино, Советском, Октябрьском и Первомайском районах. Конкурс уже стартовал. Минимальная стоимость лота не менее 121 миллиона рублей. А победители объявят уже в конце осени. Сегодня уже миллионы людей используют электронные госуслуги. Потому что это позволяет экономить время. Все функции собраны в одном месте, а работа построена так, как это удобно вам. Зарегистрируйтесь на портале, не выходя из дома, и вы сможете проверить и оплатить штрафы ГИБДД, задолженности по имущественному и транспортным налогам, записать ребенка в детский сад или назначить приему врача. Для регистрации вам понадобится ввести только паспортные данные и СНИЛС. Для полного доступа к порталу и сайтам органов власти необходимо подтвердить вашу учетную запись. Это легко сделать, обратившись в один из многочисленных центров регистрации, расположенных рядом с вашим домом. Подтвержденная учетная запись гарантирует максимальное удобство и доступ ко всем услугам портала, включая получение загранпаспорта и регистрацию авто, а также позволяет работать с сайтом Федеральной налоговой службы и порталом Пенсионного фонда России. Госуслуги. Проще, чем кажется. Где получить помощь бесплатно и чем занять себя на пенсии? Ярмарку социальных услуг общественных организаций «Мой Ленинский» впервые устроили в Новосибирске. Жителям Левобережья рассказали о том, как можно повысить качество своей жизни. Инициатором такого своеобразного праздника стал Ресурсный центр общественных объединений Ленинского района. В Ленинском районе работает более 50 общественных организаций. Сегодня в ярмарке участвуют 35 общественных организаций, представляя социальные услуги. Мы сотрудничаем со многими общественными организациями. Мало того, некоторые организации являются базой и площадкой в нашем учреждении. Ну, студия «Стиля», например. «На встречаем сегодня друзей, Те, кто в студию с нами пойдет». Будем удивлять тем, что мы уже четвертый сезон открываем. Это первое. Второе. Мы сегодня будем презентовать новое творческое объединение «Дефиле театр», в котором будет соединено и дефиле, и музыка, и танец, и чтиво. И в перспективе еще вокал добавим. Сегодня у них такое театрализованное представление называется «Радуга». Девушки будут в таких красивых, разноцветных, в нарядах, в цветах радуги, и будут дарить зрителям свое настроение. Любые мероприятия, которые объединяют, которые дают возможность пообщаться, показать свои труды, свои знания. Большой глубокий опыт этих людей, да, вот здесь в основном у нас ветеранские организации, да, общественные организации, они с удовольствием общаются и показывают, как надо жить, и куда можно обращаться за помощью. Вот это нас объединяет, и на этой площадке, на одной, вы видите, сколько мы организаций, людей собрали. Принимают участие самые активные жители Ленинского района. Моя команда также принимает участие. Также и много организаций наших, ТОСов, ветеранских организаций. Это все единое, а если мы едины, мы и непобедимы. Мероприятие очень хорошее, нам очень понравилось, и думаем, что оно у нас приживется. Лучшее издание года определят на международном фестивале «Книжная Сибирь». Его открыли сегодня в ГПНТБ. Главным событием станет масштабная книжная ярмарка. 80 российских и зарубежных издательств представят свою продукцию. Посетители смогут купить книги о библиотекаре, провести переговоры и заключить контракт о подписке. За три дня организаторы планируют устроить более 120 встреч, презентаций, мастер-классов и других событий для ценителей литературы разных возрастов. Фантастика, детективы, сказки, романы – это только малая часть того, что представлено на этой выставке. Здесь каждый сможет найти произведение по душе и даже обсудить любимые с авторами. Фестиваль проходит восьмой год подряд. В свое время он вырос из такого небольшого, сугубо профессионального события, которое называлось «Щирская книга». И теперь проводим это мероприятие консолидированными усилиями трех библиотек. Безусловно, есть всегда такие топовые авторы. Мы стараемся их привести в этом году. Это Александр Сногирев, из поэтов – это Виталий Пуфанов, а из детских писателей – это Дмитрий Емец, это знаменитый автор серии про Таню Гроттер. Люди очень хорошо читают, конечно, литературу о своем городе, области, Сибирь. То есть это так называемая крыльевическая литература. У людей вообще интерес сейчас к своим истокам, корням. Сказ – это то, что идет от народа, то, что рождено народом. Это были речки, это приключения, это даже не творчество, это творение, скорее всего. Незрячие люди используют несколько каналов информации. Мы используем еще жрифт Брайли. Наш мастер-класс как раз и предлагает какой-то способ человеку попробовать свои силы, как же можно, от шести точек написать какое-то слово. Я советую прийти сюда. В любой из дней мы работаем два выходных дня. Здесь есть и детские мероприятия, и взрослые мероприятия. Можно прийти всей семьей, оставить ребенка на детской половине нашей ярмарки и найти штуку для себя. Привет! Радио «Городская волна» можно слушать в умных колонках. Просто попросите меня включить его. Алиса, включи радио. Включаю радио «Городская волна». Радио «Городская волна». Отличный выбор. Мюзикл из Узбекистана «Антигону», «Семейку Адамс» и рэп-спектакль «Преступление и наказание» покажут на фестивале мюзиклов «Другие берега». Череду музыкальных постановок накануне открыла работа из Барнаула «Доходное место». Авторы постарались взглянуть на пьесу Островского с нового ракурса. Нас пригласили в гости. И мы, как хорошие гости, должны оставить прекрасное впечатление. Это первое. Открыть фестиваль «Другие берега» для зрителей новосибирских, которые нас тоже очень знают, очень долго нас знают, к нам ходят. У нас тоже здесь свой зритель. Это так бесконечно приятно. Оказалось, что Островский потрясающий автор. В том смысле, что из него нужно и можно вытаскивать какие-то возможности, которые превращаются в мюзикл. И оказалось, что там так много про любовь. Самую разную. Там три лирические пары и у каждой свои взаимоотношения. И оказалось, что так много про то, как человек выбирает свой путь. У меня совершенно теперь другое отношение к этому автору. Ну а потом, когда уже написали музыку, и мы сделали этот спектакль, конечно, мне вдвойне было интересно работать. Ночь просижу, всю ночь просижу, категорически, категорически. Это не просто фестиваль. Я бы сказал, что это мега-фестиваль, потому что по тому обилию спектаклей, театров, самых разных направлений, стилей, жанров, мало какой фестиваль в России может похвастаться. Спектакль, который тоже необычен, тоже интересен. И для вас может быть тоже, ну как бы, понимаете, предмет для такого посещения. Потому что это рэп-мюзикл. Это даже не рэп-мюзикл, это рэп-спектакль. Аутентичное изложение и событий, и лексики, и философии Достоевского языком рэпа, вы знаете, я нигде не встречал. Актуальные новости каждые полчаса на радио «Городская волна». Слушать можно в «Умных колонках». Попросите Алису включить радио «Городская волна». А на сайте nsknews.info читайте о том, чем историческое фехтование отличается от спортивного. Смотрите «Новосибирские новости» и на платформе «Дзен». На этом всё. До встречи.